Друзья мои, всем салют, это я Романович. Приехала новинка с Алиэкспресс, как вы заметили. Декабрь максимально плодородный месяц для китайцев, которые особенно делают неубиваемые смартфоны. Здесь находится Oukitel VP21. Насколько я понял, это венец защищенного смартфона строения, потому что 120 Гц поддерживает. Это первый будет неубиваемый девайс в моих руках с повышенной герцовкой. И не 90 здесь, а сразу 120. Здесь наконец-таки стерео завезли. О чем мы с вами давно говорили, что ну когда сделают неубиваемый телефон человеческий, чтобы тоже стерео было, а не вот этот вот звук откуда-то оттуда, из преисподней, из подполы. Ну и третий момент, который меня порадовал. Здесь двойной дисплей, чтобы можно было смотреть часы, не включая смартфон. И плюс, также быстрая зарядка тоже наконец-таки подъехала. Не надо там эти 10 тысяч мАч заряжать 30-ваттной там или 18-ваттной зарядкой. Здесь будет 66 Вт. И самое главное, что цена максимально адекватная. Скорее всего, вот в данный момент, в декабре она адекватная, возможно потом чуть повысится, но в данный вот прям сейчас период стоит около 21 тысяч рублей. Чуть больше 20 тысяч рублей. Мы сегодня распакуем, протестим, а самое главное, его разыграем. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно набрать вот этим роликом 3,5 тысячи лайков за две недели. Максимально нижнюю планку взял, я думаю, вы справитесь. Также пишите обязательно в комментариях, уже как посмотрите видос, чем он вас зацепил, чем он вам понравился, ну или где вы его в конце концов будете применять. Ну и третий момент, не забудьте подписаться на канал. Через две недели смотрю, если набралось 3,5 тысячи лайков, то, соответственно, делаем розыгрыш. Не набралось, он дальше идет в бюджет канала, и покупаем следующие интересные новинки. Все, вы поняли, я думаю, давайте распаковывайте, тестить. Да, кстати, помимо еще всех вышеперечисленных регалий, здесь ночное видение есть и память 12256. Китайцы потрудились на славу. Давайте вместе распаковывать все это дело, глазеть. Я был бы признателен китайцам, если бы они написали, сколько здесь весу. Но, к сожалению, эта информация закрытая. 64 мегапикселя основная камера, 20 мегапикселей фронталка, ну, Helio G99, разумеется, процессор. Это сейчас кайф в бюджетных девайсах, наконец-таки до них хороший процессор дошел. Full HD плюс разрешение и 6,7 дюйма, даже 6,8 практически. Вот, собственно говоря, все, что мы с вами имеем по цифрам, вы сейчас увидели. Опачки, вот она красота. Так, блок зарядки, 66 ватт, абсолютно такой же блок зарядки, походу, покупают у одних и тех же барых поставщиков, что было недавно на Unihers, помните, 22 тысячи мАч. Что здесь, вот, блин, цифры абсолютно одинаковые. Ну, наконец-таки, говорю, что сейчас стали заезжать такие зарядки. Type-C-шка тоже в комплекте. Ну и, собственно говоря, вот он сам девайс еще. Тот самый, двойной, ну не двойной, вот двойной он, потому что, типа, и с этой, и с этой стороны. Второй дисплей находится на блоке камеры. То есть, казалось бы, да, это максимально конкретный такой зум-объектив здесь должен выдвигаться, блядь, и птичка вылетать оттуда. Но нифига подобного. Это второй дисплей, где должны, вроде как, показываться часы. Мы еще с этим разберемся. Есть вспышка, причем, что сразу тройная. Есть диод, скорее всего, для камеры ночного видения. Сзади подкарбончик сделано. Но, опять же, в лучших традициях китайцев. Здесь, опять же, у них этого не отнять. Карбон, да. Это прям чистый карбон. Ну и спереди здесь, на самом деле, ничего удивительного нет. Это типичный защищенный смартфон. Кстати, сразу есть пленочка на дисплее. Это отрадно. Немного он утоплен. Опять же, классическое исполнение неубиваемых девайсов, чтобы вот при таком падении сначала он на бортике упал, а потом уже что-то происходило с дисплеем. Здесь торцы, как всегда, скошены. Но при этом, кстати, в этот раз они не прорезинены каким-то специальным образом. В целом, материал, ну вот что-то такого вот, soft-touch резины, как ее назвать. То есть, он должен пружинить, если куда-то упадет. Но при этом, как-то дополнительно, углы в этот раз с каучуком не покрыты. Здесь проставки металлические. Опять же, классика для неубиваемых девайсов. Ну и как лежит в руке? Слушайте, в руке лежит достаточно компактно. Это, конечно, не тот здоровяк 22 тысяч миллиампер час. Это прям достаточно, можно сказать, компактное устройство. Легенький, грамм, наверное, ну максимум 300 он весит. То есть, не ощущается так сильно в руке. При условии, что здесь батарейка 9800 миллиампер час. На нижнем торце мы с вами видим Type-C-шник. Джек 3,5 походу уже сюда, да, в такие современные неубиваемые кирпичи не завозят. Или все-таки есть он? Не, нету. Здесь двойной лоток под симки. То есть, либо две симки, либо симка и microSD карточка. Но опять же, 256 гигабайт накопителя. Я думаю, здесь никаких проблем у вас не должно возникнуть. Прошла неделя с этим неубиваемым кирпичом. И я вас уже готов более подробно, плавно погрузить вовнутрь. И рассказать о всех нюансах, с которыми я столкнулся за это время. Первое, на чем бы я здесь хотел остановиться, это дисплей. Яркость в данный момент выкручена на максимум. Мне ее хватает. То есть, вот при обычном повседневном использовании никакого дискомфорта не заметил. Но когда ты вывалишься на солнце, особенно сейчас зима, яркое солнце от снега отливает, здесь, конечно, немного вас слепанет. Но это, опять же, типичная история для всех IPS-ок и особенно вот таких неубиваемых кирпичей. Поэтому по дисплею ничего плохого не могу сказать. Он здесь нормальный. Он прям вот такой среднестатистический, уверенный дисплейчик вот такого рода кирпича. Что касается 120 Гц. А вот здесь вот уже интересная история. Я долго пытался понять, как они здесь все это дело реализовали. Начнем с того, что до обновления, которое сюда прилетело после того, как я запустил девайс и как раз-таки зашел вот в этот раздел. Мне показалось, что не то, что 120 Гц не работает и 90 как-то вот прям со скрипом здесь ошарашат. Но потом прилетает это обновление, по-моему, гигабайта полтора, наверное, оно было. И я совершенно другой девайс ощущаю в руках. Слушайте, 120 Гц на неубиваемом кирпиче это восторг. Это прям вообще совершенно иной экспириенс. Здесь ты себя не чувствуешь каким-то дереволазом. Понимаете, какая была проблема? Когда люди покупали вот такие кирпичи, они были где-то вот здесь вот в стороне от технологии. Здесь все бюджетники там 15-20 тысяч рублей, у них и 90 Гц, у кого-то 120, у них и нормальная камера, у них и стереозвук. И здесь где-то люди, которые себе решили выбрать неубиваемый девайс, у которого там полная защита от воды, у которого повышенная емкость аккумулятора. Они вот здесь находились от технологий. Теперь, наконец-таки, вот в этом девайсе все эти технологии объединили. И получается, наконец-таки, люди, которые почитают защищенные смартфоны, не чувствуют себя обделенным. Не надо им платить 30-40 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя человеком. Вот двадцатка, и здесь тебе уже дают 120 Гц. Двадцатка, и тебе здесь дают все блага цивилизации нормального смартфона конца 2022-го, начала 2023-го года. Что касается производительности. Установил Antutu, Helio G99, мы с вами, в принципе, хорошо знакомы с этим процессором. Выбивает 266 тысяч конкретно на этом девайсе. Helio G99, на самом деле, по-разному себя показывает на всех возможных девайсах. Вот здесь вот 266 тысяч, в принципе, неплохой результат. По CPU у вас полный порядок, и по GPU тоже порядок. Спокойно здесь можете запустить PUBG на средних настройках. Спокойно здесь можете запустить Call of Duty, даже, скорее всего, на высоких 60 FPS. Но на средних 60 FPS точно пойдет. World War Heroes, то есть вот эти вот всевозможные шатуны. Шатуны? Короче, все эти возможные шутаны без проблем пойдут на средних настройках. Париться вы здесь не будете. Дальше мы с вами перемещаемся к памяти. Ее тест я тоже провел. Очень интересно было. Не подвели ли именно вот в этом плане еще китайцы? Не подложили ли они вот эту вот ложку сраней какой-то? Нет, здесь китайцы красавцы. Память у нас, скорость чтения 628 мегабайт в секунду. Скорость записи 220 мегабайт в секунду. Это никакие прям аховые какие-то показатели. Бывают и интереснее даже на девайсах до 20 тысяч рублей. Но это не MMC 5.1, 100%. Просто посмотрите на эту скорость чтения. Ну и оперативка здесь же 12 гигабайт. Ну, в принципе, стандартный. LPDDR4X около 5000 мегабайт в секунду. В целом, как я вам и сказал, что 120 Гц классно отрабатывают. Ну и также хорошо себя вообще абсолютно девайс чувствует в плане повседневной производительности. Открываем Google, открываем вот это вот. Опять пролетели по вот этой гугловской ленте. Закрыли. Открываем тут же Google Music. Готово. Открываем тут же YouTube. Вот он загружается. Начинаем листать ленту. Ну, видите, вообще, да, без проблем. Тут же закрываем. Это максимально плавно. Без всяких лесенок, без всего. Это Helio G99. И он максимально здесь справляется. Открываем Play Market. Не знаю, начинаем листать приложения. Тут же открыли. Закрыли. Запускаем Google Chrome. Здесь там, я не знаю, вбиваем погода. Волжский. Отлично. Залетаем, смотрим погоду. Ну, то есть, вообще никаких проблем с серфингом. Здесь серфить кайф, и вы не чувствуете себя ущемленным. Обычный среднестатистический девайс в пределах 20 тысяч рублей. Вот точно так же по быстродействию будет работать. Единственный есть момент, который вы сейчас видите. Это вот эта вот странность, что ему надо подразогнаться порой, когда ты куда-то залетел на сайт. Или, например, в ВК-шку ты опустился. То есть, ты заходишь, начинаешь листать эту ленту. Вот, кстати, здесь сейчас все прекрасно. Вот. Но вот, потому что мы, наверное, уже его запустили. ВК. А вот здесь вот на сайте, вот видите, немножечко какая-то есть лесенка. И с таким я нет-нет досталкивался. Но как-то, опять же, сказать, что это кардинально поменяло мое восприятие этого девайса, не могу. По поводу перевода. Типичный Oukitel. Практически все на 90% переведено на русский. Но при этом встречаются вот такие разделы, как SIM-карт, например. Mobile Data. Other Wireless Connection, к примеру. Да, но почему нельзя там другие соединения написать. Опять же, есть такие проблемы, точнее, проблемные переводы, как mini-скрин. Но почему нельзя мини-экран написать. Memory Expations. Ну, блин, ну вот прям вот типичный Oukitel. Кстати, Memory Expations. Здесь есть возможность расширить оперативную память. Она по умолчанию здесь по дефолту идет 12 гигабайт. Можно еще пятерочку сверху докинуть. Вот в целом, наверное, как-то так дела обстоят. Обновления я вам сказал, что прилетали. Со временем, я думаю, что, возможно, еще одно обновление будет. Переходим к восьмому чудо света. Это второй дисплей. И здесь, на самом деле, несколько вопросов. Нахера он нужен? И что он функционально может? Зачем вот в повседневной жизни вот эта вот штука вам должна пригодиться? И здесь, в принципе, ответ очевиден. Это замена своеобразная Always On Display. Вот в данный момент телефон лежит на столе. Чтобы вам не запариваться, не разворачиваться, не смотреть, сколько вы там прошли шагов, или сколько сейчас в данный момент времени, или какое число, вот, пожалуйста, вам вся информация. Потук дисплей, никаких проблем нет. Либо активация при поднятии делаете, которая, кстати, ну вот чуть-чуть со скрипом работает. Вот видите, я сейчас перед вами верчу. Что-то как-то особо сильно загораться не хочет. Вот здесь у меня есть китайцам определенные вопросы. Вот, ну что я сейчас, да, должен сделать, чтобы он загорелся? Ну вот сейчас, наверное, загорится все-таки. О, делаем двойной этап, и огромное количество Watch Face здесь вылетает, при том, что вы реально задолбаетесь выбирать. А если вам что-то не понравится, то вы можете свой сделать кастомный Watch Face. И даже я вам сейчас, кстати, покажу, у меня уже здесь есть одна интересная заготовочка. Нормально, в принципе, листается. По ощущениям, это, конечно, 2012-2013 год сенсорный телефон, явно не старше. Но при всем при этом нельзя сказать, что вот, ну прям вообще невозможно. Ну, то есть, наверное, касание 2, наверное, он поддерживает. У меня есть два кастомных дисплея. Вот моя рожа есть такая. И есть еще, сфотографировал чипсы для теста камеры. И тоже сделал своеобразные часики. Можно выбирать непосредственно, что у вас будет по периметру. Ну, и также можно выбрать конкретно стрелки, какие вам больше заходят. Вот это все можно кастомизировать. То есть, свою любимую женщину или какую-то часть ее тела можно сюда без проблем поставить. Что могут еще эти часики? Ну, вот делая такой вот свайп, верхняя шторка, здесь заряд батареи. Опять же, нужен ли он вам, непонятно, потому что здесь на нормальном Watch Face есть уже изначально заряд батареи. Есть число, есть у нас получается, ой, месяц, день недели. И также количество шагов, которые вы прошли. Значит, нижний свайп, здесь у нас огромное количество оповещений, при том, что они неплохо так высвечиваются. Здесь даже можно прочитать лихо текст. Да, он полностью не разворачивается, но при этом есть иконка. При том, что и инстаграма, и телеграма, и ватсапа здесь китайцы реально красавцы. И большими буквами пишется, кто это все прислал. И это главная кириллица. Не вот эти вот дрова какие-то буквы прыгают одна на другую. Нет, здесь прям приятно читать. Это хороший дисплей для уведомлений. Хотя бы в суть дела ты точно войдешь. Блин, ну что-то опять у нас притуха. Значит, если мы с вами делаем свайп влево или свайп вправо, здесь абсолютно одинаковый функционал. Сначала вылетает компас, есть приложение камеры. И вот она, собственно говоря, музыка. Здесь Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube Music. Без каких-либо проблем. Единственное, нужно будет в настройках выбрать приложение, каким конкретно вы пользуетесь. Заходим в камеру. Надо вот такой вот свайл и свайп. ТАП сделать. И здесь у нас с вами не просто кнопка какая-то, чтобы камера фотографировала. Это было бы нелогично здесь делать. Здесь у нас полноценное отображение дел. То есть, вам здесь, по сути, в этом смартфоне фронталка не нужна. Если вы хотите сделать хороший салфак, а снова здесь достаточно неплохо фотографировать, если рукой не трясти, то лучше это сделать, конечно же, вот именно таким способом. Камера. Здесь, честно говоря, китайцы меня удивили. Слушайте, вообще ничего не ожидал. Мы все знаем, как они любят накинуть пуха там в виде этих 64 мегапикселей. Особенно вот эти вот третьи эшелонщики. Вот эти вот неубиваемые кирпичи, они всегда там пишут там 48 мегапикселей, 64. Но по факту ничего нет и здесь. Зачастую на таких неубиваемых кирпичах на камеру вообще нельзя положиться. Это просто из ряда вон выходящее плохо. Даже в пределах двадцатки здесь китайцы сделали как надо. Это тот случай. И если у вас нет эпилепсии в руках, она у всех у нас немножечко вот бывает, да, то отлично, шикарное изображение получится. То есть главное смартфон держать вот прям вот четко. Я могу смело сказать, что это один из лучших неубиваемых смартфонов в пределах двадцатки там плюс-минус. Давайте, хорошо, в пределах трехсот баксов, как кому удобнее по камере. Это прям вот железно. Еще, кстати, что интересно, завезли сюда 2К. Да, 60 там FPS недоступно, все понятно, но 2К завезли. Вот так вот примерно выглядит картинка. И я скажу, что тоже, в принципе, картинка достаточно резкая, уверенная, четкая. Но единственное понятное дело, что стабилизация абсолютно никакая не работает. Не электронная, оптическая здесь и подавно нет. Я не знаю, когда она здесь появится. Но снимать видосы можно и даже в повышенной, так скажем, четкости. Еще момент, который я не закрыл, это звук. Давайте прям сейчас это и сделаем. Главная его особенность в том, что здесь полноценное стерео. То есть, вот сколько звука выходит отсюда, с правой стороны, с основного якобы динамика, как обычно бывает на бюджетных девайсах. Столько же выходит звука и здесь, с левой стороны, потому что здесь динамик не привязан к разговорному. Он здесь отдельно. Короче, китайцам из подвала удалось достигнуть, наконец-таки, баланса. Xiaomi за 30-ку не делают этот баланс, а китайцы здесь, пожалуйста, вот отсюда. И отсюда абсолютно равноценно играет. Есть объемчик, да, чуть-чуть звук притоплен, но при этом главное, что он не лишен сока, что зачастую убивает вот на таких защищенных кирпичах. И еще некоторые вопросы нам с вами надо закрыть. К примеру, GPS. Обязательно в таких девайсах я провожу этот тест. Смотрите, в принципе, ничего сногсшибательного, сверхъестественного. Быстрый холодный старт, никаких проблем нет. Плюс-минус около 50 с небольшим спутником в поле зрения. И где-то около 21-23 здесь по-разному цифры играют в использовании. Мне кажется, что более чем результат для городского использования, более чем для выездов на рыбалку, на природу, тоже как нехер делать. Что мы в итоге с вами имеем? Во-первых, вы его можете получить абсолютно бесплатно, то есть розыгрыш на канале. Напоминаю, 3,5 тысячи лайков под этим роликом. И без каких-либо проблем, без дополнительных каких-то условий разыграем. Ну а в целом, если говорить о девайсе. Слушайте, китайцы, которые в третьем эшелоне крутятся, варятся, и у них всегда какая-то там своя собственная жизнь. И казалось бы, да что там на них смотреть? Сделали то, что конкретно так прям выбило рынок из колеи. И многие, кстати, захотели этот девайс. Даже те люди, которые не особо сильно никогда себе не рассматривали защищенные мобилы. И самое главное, что на протяжении всего этого обзора я тянул эту мысль, что вы себя не ущемляете. То есть раньше, если ты покупаешь защищенный девайс, то ты конкретно себя ущемляешь, потому что у тебя нормальный благ цивилизации не будет. Здесь вы получаете классный стереозвук, 120 герц наконец-таки на борту. Максимально бодрый прот с Helio G99. Наконец-таки есть дополнительный дисплей, кому-то он нужен, кому-то нет. Но стилька смартфону 100% это добавляет. Здесь у вас повышенная емкость аккумулятора, достаточно неплохой дисплей и даже более-менее камера. Чем вы рискуете, покупая такую мобилу? Ну, наверное, разве что оболочкой. Здесь она, ну вот, максимально простецкая. Голый Android с небольшой надстройкой и некоторые пункты, вы видели, не приведено. Вот, наверное, единственное, что вас конкретно должно волновать. Ну, плюс, может быть, еще некоторых фишек не найдете, чем вы пользовались там в Xiaomi или в Realme или в Samsung. Здесь, да, здесь все немножко попроще. В остальном же, мне кажется, ну, тяжело ему будет найти конкурентов, потому что все вышеперечисленные пункты, они, конечно, перекрывают абсолютно все. Ну и максимально адекватная цена в данный момент, блин, 20 тысяч рублей с небольшим. Ссылку, в любом случае, оставляю в описании под роликом. Актуалочку всегда узнавайте в день просмотра видоса. Участвуйте в розыгрыше, пишите ваше мнение в комментариях. А самое главное, подписывайтесь на канал и лепите на этот колокол, чтобы следующие видосы не проскочили мимо вас. Все, давайте, красавцы, пока! Субтитры сделал DimaTorzok